САМБО 1 на 1 Мастер-класс трехкратного чемпиона мира по боевому самбо Вячеслава Васильевского. Смотрите прямо сейчас. Олег Токтаров. Мастер спорта по самбо. Четырехкратный чемпион Евразии по джиу-джитсу. Чемпион мира по боям без правил. Сильный и решительный. На ринге отличается спокойствием и мастерством захватов. Множество побед одержал болевыми и удушающими приемами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец грянул долгожданный бой Токтаров-Марш. В первом раунде за Олега даже стало немного страшновато. Олег пропустил зубодробительный удар в исполнении марша и с трудом держался на ногах. Но добить его американец не сумел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однако во втором раунде Олег совершил спортивное чудо. Сумел провести болевой прием и марш запросил пощаду. Олег выиграл. Он победил. Впоследствии Олег скажет. Это был избыток эмоций. Я очень давно не выходил на ринг. И это как вернуться в детство. До этого я все свои бои провел за границей. Там у меня были другие эмоции. После боя надо было платить по счетам, вносить деньги за квартиру. А тут впервые я оказался перед московской публикой, которая болела за меня. А я в первом раунде пропустил сильный удар и немного растерялся. Потом собрался и придумал комбинацию, которая меня спасла. Спортивные достижения и слава русского медведя стали для Токтарова пропуском в Голливуд. На данный момент в фильмографии актера более 40 российских и американских картин. В том числе фильмы с Робертом Де Ниро, Николасом Кейджем, Уиллом Смитом и другими звездами первой величины. Благодаря вашим законам дважды заодно преступление не судят. Просто гениально, Эмиль. Думаешь, присяжные клюнут на эту чушь? Два придурка. Они нас там за людей не считают. Думают, что мы всех говно и злей. А почему такое отношение и мнение есть? Потому что фильмы их не смотрим. На тачках на их ездим. Даже хавку и то их не едим. А сами производим только бабки, которые по всем понятиям, тоже их и доллары. Вас потеряли на время духовность для всей этой байды. А ведь мы же Россия. Это же подумать страшно. Великая страна. Где пацана высадил? Какого-какого пацана? Где? Мальчик где? Спокойно. Какой мальчик? Обыщий дом. Обожди, обожди, тихо-тихо. Между прочим, народный артист Союза. Черт! Что за черт? Что это за штука? Это ошибка. Надо уходить. Скорей! А где крутой чувак? Он бросил нас. Договоримся? Дарю. Я не убийца, я режиссер. Мотор! Как это было? Прекрасно. Фильм режиссера Олега Разгула. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для чего нужен этот турнир? Вас здесь не было. Два дня мы проводили турниры среди таких, как ты, чуть постарше, побольше. Мы проводили любительский ММА. То есть, фактически, мы проводили любительское боевое самбо. По более щадящим правилам, чтобы никто не получил травму. Но из них потом вырастут чемпионы. Что дает самбо? Самбо, особенно боевое самбо. Это, в принципе, составляющая того, что мы видим. Хороший самбист и боевой самбист может выиграть любой турнир в мире. Приходилось ли вам применять самбо в боевых условиях? Применял. И не однажды применял. И, что хорошо, самбо очень разнообразно. Иногда нужно человека просто придержать. Иногда нужно его, не травмируя, заломать. Иногда нужно, конечно, его просто выключить, чтобы он проснулся только уже минут через 10. То есть, все эти приемы есть в самбо. Если ты будешь заниматься самбо, если ты будешь заниматься боевым райовым разделом, ты сможешь выиграть вот такой турнир. Если ты выиграешь такой турнир, оно все потом идет как понакатанное. Вдруг тебя замечают, ты можешь сняться и в кино, ты можешь стать и ученым, и политиком, и кем угодно. Когда ты привыкнешь побеждать, ты будешь побеждать всю жизнь. Неважно, чем ты будешь заниматься, в любой отрасли. Как можно защититься с помощью приемов самбо на улице? Мы начнем с простого, с основного. То есть, как не дать себя схватить, и какие первые элементарные вещи можно научиться, чтобы сразу применять их. Потому что приемы самбо иногда очень сложные. Они занимают от месяца до года, чтобы их изучить. Можно я твоего папу использую как мешок, как хулигана? Можно? Если хулигана вас хватает, разрыв захвата происходит всегда в сторону большого пальца. Большой палец спрятан, но представьте, если бы он был прямой, он смотрит наверх. Значит, наверх мы и дергаем. Почему? Потому что вся нагрузка падает на вот эти слабенькие, один лизинчик и другой пальчик. А если мы будем срывать захват вниз, вся нагрузка падает на эти три больших пальца, и разорвать не получится. Если он хватает вас за руку, куда он смотрит большой палец? Большой палец смотрит в эту сторону, назад. И мы, соответственно, толкаем руку в эту же сторону. Если мы будем толкать руку в другую сторону, вряд ли мы разорвем захват. Вот я слабенький ребенок или девочка. У меня хватит сил, если я еще добавлю сюда шаг ногой и свой собственный вес. Оп! Все. Разорвался, убежал. Если меня схватили за пояс, опять же, что мне делать? Толкать в сторону большого пальца. Как-то делать? Вот у вас видите как? Толкаю локоть и ухожу сам. Происходит разрыв. Руки и ноги имеют одинаковую биомеханику. Если, например, вы кого-то хотите сбить с ног, то подсвечку нужно опять делать в сторону роста пальцев. Если я хочу человека щебить вот так, то у меня не получится. Так не получится. А в сторону роста больших пальцев, оп! И он уже падает. Одновременно с ударом под пятку вы должны его толкнуть. Лучше всего это сделать локтем, потому что в руке нет столько сил, сколько в локте. Самые сильные у нас с вами ноги, дальше идет спина, а потом уже руки. То есть вот такой у нас с вами приоритет. А самое-самое сильное, что работает долго и никогда не устает, это ваш вес. Если я руками потяну его голову вниз, он, скорее всего, распрямится и ничего не произойдет. А если я на нем повисну, то он в какой-то момент устанет и падет уст. И я смогу с ним сделать, что хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и я не знаю, что получилось. Все к чему. Да, чтобы все, но к чему я так долго шел. Узбекистан. Спасибо. Вячеслав Васильевский, золотая медаль Чемпионата мира 2022 года. Правой рукой бьем в голову и левой ногой бьем в печень. Здесь мы бьем лукик, а здесь бьем в печень. Сегодня трехкратный чемпион мира по боевому самбо проводит мастер-класс. Мы знаем, что вы трехкратный чемпион мира и в каком чемпионате мира было сложнее. В принципе, каждый чемпионат мира был по-своему сложен. Скорее всего, это был первый чемпионат мира. 2009 год. Солоники, Греция. В первый раз я принимал там участие. Мне было там 20 лет. И, конечно, это был очень волнительный момент. Я долго готовился и переживал, сильно настраивался. Поэтому, наверное, первый чемпионат был тяжелее. Помогла ли борцовская подготовка стать чемпионом вам? На начальном этапе, как раз-таки, если коснуться первого чемпионата мира, в принципе, все свои поединки я закончил именно с помощью борцовской техники. Так как я сам занимался 10 лет борьбой дзюдо, потом занимался борьбой самбо. Конечно же, это была для меня основа, на которую я полагался и на которую рассчитывал. И она меня не подвела. Последние 2-3 года мои тренировки очень, ну, немножко изменились. То есть, я большой акцент стал уделять именно боксерской подготовке, боксерской технике. То есть, это, наверное, связано с моими выступлениями в профессиональных боях, в ММА. И это тоже отражается на боевом самбо. И, в принципе, когда я выхожу на бой по боевому самбо и чувствую, что очень сильно превосхожу своего соперника в ударной технике, то бывает даже дело, ну, бывает, не довожу дело до борьбы и уже все решаю именно в стойке, в ударах. В принципе, вот последний чемпионат мира и последний чемпионат России показал, что боролся маловато. Не потому, что там боялся бороться или не мог, а потому, что чувствовал, что очень сильно превосхожу именно в боксерской технике, в ударной, и за счет нее выигрывал. Я считаю, что бороться научиться тяжелее, потому что это другая физическая подготовка должна быть, выносливость, и все-таки борьбу ее надо сильнее чувствовать, нежели... Мне кажется, руки поставить легче, чем борьбу. Очень рады сегодня провести для вас эту тренировку. Хочу пожелать вам здоровья, удачи, занимайтесь спортом, становитесь чемпионом. Вы молодцы. Андрей Рихалов, генеральный директор ОАО ДВК, ветеран самбо. Идя записываться в секцию штанги, она была закрыта в этот момент. Мне навстречу попался молодой мужик, стройный, подтянутый. Я еще так отметил про себя, думаю, спортсмен, наверное. Он проходит, потом окликает меня, говорит, а ты не хотел бы в борьбу записаться? А я уже у меня в штангу как бы не срослось. Думаю, ну надо, что же, хотел, говорю. Приходи, у нас будет организовываться группа тяжеловесов. Я пришел, ну и, если мне память не изменяет, не ушел оттуда последующие там почти 10 лет. Вот так я к борьбе прирос, скажем так. Я не знаю, это как второй дом был. У меня нет, никаких негативных впечатлений и воспоминаний о вот этом разделе моей жизни. Причем, я больше хочу сказать, он позволил и по остальным-то разделам пройти совершенно по-другому. Помните, наверное, у нас были какие-то молодежные банды, там еще. Мне некогда было просто этим заниматься, потому что у нас была каждый день тренировка и просто чисто технически, даже если там не единожды эмиссары подходили группировок, там, давай, приходи, давай, там, нам нужны такие люди и как-то все это дело заканчивалось тем, что я объяснял, что мне некогда, парни, я-то с удовольствием, но вот что-то как-то не складывается, время накладывается одно на другое, вот, уже занято, тогда, когда вам я нужен, я уже занят. Мы уже подошли к такому возрасту, что в 10, в 9, 10 классе мы уже тренировались до школы и в 5, в 17, после школы каждый день и как-то это все воспринималось как само собой разумеющееся. Занятие спорта мне пригодилось в первую очередь то, что, ну, я служил на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском флоте. Была часть-то такая, она режимная, вот, и там пожестче было, у нас было больше офицеров в части, чем матросов, поэтому, наверное, дисциплина была так, поспокойнее, но, опять же, я считаю, что служить мужской населении страны должно за редким исключением практически все, потому что я помню, как, придя из армии, ты смотришь на своих сверстников, которые от мамкиных пирожков не отрывались, как и на детей абсолютно, потому что ты там уже просто самостоятельная жизнь, никто там на тебе сопли на повороте не заносит, у тебя в руках оружие, ты как-то отвечаешь и за себя, и еще за кого-то. Занятия спортом, они не дисциплинируют в учебе, или там еще где-то, они просто закладывают в тебя определенное понимание жизни и восприятия и там все спортсмены такие же в душе разгильдяи, как и не спортсмены, просто спортсмен может себя заставить в какой-то момент собраться и реализоваться. Я считаю, что моя жизнь в этом плане удалась, и не вижу, что бы можно было в ней изменить, чего бы мне хотелось менять. Вот пока до, скажем так, до сегодняшнего времени я бы не хотел менять свою жизнь в прошлом. Это не кнопки нажимать в видеоигре, чтобы победить тебе, нужно мыслить на ковре, разбудить себе бойковский дух, разожги огонь внутри и следи, чтоб не потух. Да, ты просто должен держать задачу, перетерпи боль, пацаны не плачут. И если пошло на ковер умелым броском, не будь мешком, будь настоящим мужиком. Вставай с тобой, пой, прояви характер свой, борви захват и проведи прием болевой. С жестокой концентрацией, спортивной злости, не отступай назад, даже если хрустнули кости. Одно запомни, самбо это не игра, ярость нельзя выносить за пределы ковра. И как бы ни были жестоки на ковре бои, отпускай соперник, станет лучшим другом твоим. Захват потом, бросок, ты должен сделать это, вали соперника с ног, ты должен сделать это, вставай, если не смог, ты должен сделать это, не отступай, сынок, ты должен сделать это. Захват потом, бросок, не должен сделать это, вали соперника с ног, ты должен сделать это, вставай, если не смог, ты должен сделать это, не отступай, сынок, ты должен сделать это. Субтитры подогнал «Симон»